Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим экспериментальные шлемы США времен Первой мировой войны. Причем они получились настолько разнообразными, что на первый взгляд могут показаться как частью доспеха средневекового рыцаря, так и представителям экипировки современного солдата. Сразу говорю, что нумерация шлемов не сплошная, так как скорее всего промежуточные модели очень незначительно отличались друг от друга. Итак, в июле 1917 года Генеральный штаб армии приступил к выбору шлема для регулярных войск, так как к этому времени у США отсутствовали собственные разработки. Было решено рассмотреть британские и французские экземпляры. В силу того, что решение должно было быть принято довольно быстро, выбор пал на британский шлем, так как его было легче адаптировать для американского производства, плюс их можно было купить здесь и сейчас. Первые 400 тысяч шлемов были куплены уже в июне, а последняя партия была закуплена в ноябре 1917 года. За это время военные пытались организовать производство внутри страны. В конечном итоге модифицированные британские шлемы стали производить различные компании, такие как Кроссби из Буффало, Батта из Филадельфии, Тейлор Вартон из Питтсбурга и многие другие компании. К январю 1919 года было произведено около 6,5 миллионов таких шлемов. Но все это время умы военных не покидала идея о создании чисто американского шлема. И как ни странно, идея была не только патриотическая, но и отчасти политическая. Выбор между продукцией двух стран-союзников Британии и Франции в сторону кого-то конкретного мог вызвать недоверие со стороны другого. Кстати, форма немецких шлемов также повлияла на образ будущего американского. Все модели, более или менее напоминающие немецкие, отметались. Под руководством артиллеристко-технического управления совместно с Американской академией наук был создан комитет по разработке американского шлема. В него вошли видные инженеры и конструкторы тех лет. Интересным фактом является то, что Метрополитен-музей, расположенный в городе Нью-Йорк, представил для вдохновения свою коллекцию доспехов и шлемов средневековых рыцарей. Первым на очереди у нас находится шлем разработки июня 1917 года под индексом модель номер 2. Он представлял из себя так называемый шлем с шейной защитой глубокой посадки. Модель была призвана улучшить защиту солдата с боков и со стороны затылка. Загнутые углы должны были отводить сабельный удар от корпуса. При создании данной модели инженеры руководствовались контурами классических шлемов Греции и Италии 15 века. Данный шлем обладал рядом преимуществ, такими как более легкий вес в сравнении со стандартными британскими шлемами. Он удобно сидел на голове из-за низкого центра тяжести, плюс из-за глубокой посадки он практически не смещался, когда солдат крутил головой. Мое преимущество было и серьезным недостатком – это его форма, которая была довольно сложной в производстве. В то время при штамповке такой формы происходила деформация металла и было очень сложно рассчитать толщину брони по всему шлему. Данную проблему было взялся решить Генри Форд, но в итоге продукция выходила неоднородная и местами бракованная. Было произвено несколько тысяч таких шлемов, но несмотря на положительные отношения главнокомандующего армии США, модель номер два так и осталась моделью. Модель номер пять должна была сочетать в себе преимущество модели номер два и легкость производства стандартного британского шлема. Главное, что было изменено – это глубина посадки, но при этом довольно сильно оголилась шея солдата. Углы шлема были более сильно отогнуты, претерпела небольшие изменения и передняя часть шлема был увеличен обзор. Что касается производства, то оно проходило в четыре этапа. Первый – самый простой, уже освоенный американской промышленностью, и это штамповка почти готового британского шлема. Второй этап наиболее сложный, так как именно на нем происходило изгибание козырька, которое давало очень большой процент брака. На третьем этапе отсекались ненужные фрагменты, а на четвертом происходила окончательная доработка формы. Ну а теперь переходим к моим любимым шлемам, очевидно созданным под впечатлением от коллекции Метрополитен Музея. Итак, модель номер 6 была создана оружейником Ташо. Она состояла из двух частей – шапки подшлемника и забрала. Забрала крепилась к шапке в районе виска и имела свободный ход в пределах 90 градусов. То есть в боевом положении оно опускалось до линии подбородка, вне боевой обстановки его предполагалось сдвигать наверх головы. Шапка-подшлемник закреплялась на голове с помощью лямки для подбородка, но это не спасало от смещенного центра тяжести. Так в боевом положении забрала норовила свалиться под ноги. По моему мнению, на данный шлем оказало влияние не только коллекции музея, но и визоры от различных французских оружейников, которые крепились к каске Адриана и были призваны защитить лицо и глаза в частности. Стоит отметить, что данный шлем не был воплощен в противопульном металле. А следующий шлем под индексом номер 7, мне кажется, вообще никто не разрабатывал, а просто снял с манекена в рыцарских доспехах. На самом деле, этот шлем был спроектирован для пулеменщиков и наблюдателей, так как ни один солдат не захотел бы расхашивать шлем весом от 4,5 до 8 килограмм. Такая разница вызвана тем, что 40 произведенных шлемов данного типа имели три модификации, соответственно 4,5 килограмма, 6,8 и 8 килограмм. Вся экспериментальная партия модели номер 7 была отправлена для испытаний во Францию. Фронтальная проекция всех типов шлема имела толщину в 4,7 миллиметра, а вот остальные детали отличались и имели толщину от 1,6 миллиметра до уже упомянутых 4,7. Тесты показали, что самый тяжелый шлем мог держать выстрел от штатной винтовки тех лет с расстояния до 180 метров. Несмотря на тяжесть шлема, его вполне комфортно можно было носить довольно значительный отрезок времени. Внутри располагались три подушки, которые непосредственно контактировали с головой. Он мог оказаться довольно полезным, когда например пулеметчику было необходимо удерживать позицию любой ценой, но негативных отзывов было больше, поэтому в войска модель номер 7 не поступала. Следующая модель является моей любимой, это модель номер 8. Она задумывалась как модификация модели номер 5 с забралом. К преимуществу данного шлема относили то, что он защищал большую поверхность головы, чем британский шлем, а забрало давало неплохую защиту лицу, плюс близкое расположение глазам смотровых щелей представляло хороший горизонтальный обзор. Вместе с тем такое расположение забрало мешало вертикальному обзору. В движении солдат плохо видел, что у него под ногами, но опять же, справедливости рады стоит отметить, что это забрало чуть не единственная модель, которая могла остановить револьверную пулю, ну или по крайней мере не допустить фатального исхода. Производством данного шлема занялся опять Генри Форд и его компания. Было выпущено приблизительно 1300 экземпляров. Кстати, выпускалась данная модель как штампованным методом из броневой стали, так и ручным методом из обычной. Но как ни странно, модель номер 8 не была достойным образом испытано и положительного вывода по данному шлему комитетом сделано не было. Следующая модель номер 9 имеет много общего с моделью номер 7. Этот шлем также задумывался как шлем для пулеметчиков или наблюдателей. Его форма была скопирована с осадного шлема 17 века, который инженеры подсмотрели в коллекции Ригга в Метрополитен музей. Но в отличие от 7 модели данный шлем не был воплощен в противопольном металле и не проходил испытаний. Модель номер 9 можно условно разделить на две части. Сам шлем и защитную маску для горла и лица, которая могла опускаться, подниматься или вообще сниматься с помощью барашкового винта. Но перспектив у данной модели было мало. Даже если бы применили новые сплавы, способны держать выстрел из винтовки и пулемета, ее вряд ли приняли бы на вооружение, так как к идее тяжелых шлемов интерес у военных начал угасать. Летом 1918 года был разработан шлем для самых молодых родов войск – танковых. Модель номер 13 была признана защитить голову, лицо и глаза экипажа от осколков брони и бандальных ударов головой о внутренней модуле машины. Сконструирован шлем был следующим образом. У экспериментального шлема номер 5 отсекались углы, так что он становился похож на перевернутую миску. Затем на него надевалось и закреплялось кольцо из пористой резины, которое было признано защитить танкиста от механических повреждений головы. Дополнительно шлем оснащался специальными шторками из плотной ткани, а точнее из 20 слоев японского шелка, которые выполняли роль защиты от осколков брони и раскаленного металла. Сам шлем весил порядка 1,3 кг. В лобовой проекции находился специальный визор со сменными очками, который мог закрепляться в двух положениях – открытым и закрытым, в защищающем глазах. Шторки фиксировались специальным ремнем, который обеспечивал легкий доступ к лесу. Это было необходимо для быстрого надевания противогаза. В будущем танковые шторки планировали заменить чешуйчатыми пластинами. Ну а мы плавно подошли к последним трем шлемам для летчиков. Это модель 14, 14А и 15. Изначально инженеры встретили сопротивление со стороны авиаторов, так как тяжелый металлический шлем казался им неповоротливым и неудобным в сравнении с кожаном, да и такая защита казалась не особо нужной. Модель 14 и 14А по большому счету отличались только подобием подшлемника. 14А обладал более теплой подкладкой, а вариант номер 14 условно можно назвать летним вариантом. Модель номер 15 обладал несколько другой формой, у нее также присутствовали специальные наушники, которые выполняли не только защитную функцию, но имели вмонтированное оборудование для приема радиосигнала. Насколько мне кажется, наработки шлемов для летчиков не были потеряны и использовались в будущем. Что же касается пехотного американского шлема, то на вооружение перед самым окончанием войны был принят шлем под обозначением колокол свободы. Но он был очень плохо принят в войсках, так как имел ряд недостатков. У него была неудобная для ношения и производства форма, он плохо защищал солдата с тыла, полезное пространство внутри шлема было распределено неэффективно, что сказалось на весе шлема. Ну и вдовесок его прозвали шапкой для китайских рыбаков, он был не особо эстетичен. Ну а на сегодня это все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, пока. Субтитры сделал DimaTorzok